В Кировском районе, недалеко от культурно-спортивного комплекса «Арсеналец», ученик автошколы попал в ДТП и разбила столб учебную «Ниссан Алмеру». Курсант двигался по улице Тихоокеанской в направлении 38-й школы. В машине молодой человек был вместе с инструктором. Учитель не смог предотвратить аварию по независящим от него причинам. Иномарку с прямого пути сбила попутная «Дбелта», которая за пару секунд до этого столкнулась с «Лексусом», ехавшим чуть позади учебной машины. Водитель дорогостоящей иномарки в ДТП обвинял автолюбительницу. По его словам, выходило, что женщина врезалась в него в тот момент, когда он собирался повернуть налево. Горожанка же заявила, что шофер «Лексуса» слишком поздно включил указатель поворота. Люди в аварии не пострадали. На улице Суворова у торгового центра «Южный парк» водитель «Тойоты Филдер» неправильно трактовал сигнал светофора и спровоцировал столкновение с «Митсубиши». 33-летний виновник аварии ехал навстречу с другом. Горожанин двигался по Суворова в направлении проспекта «60-летие октября». На перекрестке он собирался повернуть налево к торговому комплексу. Его оппонент, молодой человек 1993 года рождения, ехал навстречу по второй полосе. Столкновение произошло, когда водитель «Универсала» приступил к маневру. По его словам, светофор мигал зеленым. Встречные машины, едущие в правом ряду, остановили, чтобы его пропустить. Шофер кроссовера же тормозить не стал. Оппонент обвинил его в нарушении правил. Однако лишь с приездом на место ДТП автоинспектора водитель Филдера узнал, что светофор, на который он ориентировался, установлен здесь для пешеходов и к перекрестку никакого отношения не имеет. А в индустриальном районе у остановки Дендрари шофер Хендеккаунти 83-го маршрута чудом уцелел в столкновении с «Исузу Гига». 31-летний водитель груженого бетоновоза ехал на объект со стороны улицы Павла Морозова. Авария произошла, когда шофер остановился на запрещающий сигнал светофора. Через мгновение мужчина ощутил сзади чувствительный толчок. Сидевший за рулем маршрутного такси рассказал, что попросту не сумел остановиться. Винил он в этом дорожные службы. По словам мужчины, в аварию он попал впервые за 20 лет на дороге. После удара грузовик ему зажало ногу. Для мужчины вызвали скорую, однако горожанин сумел выбраться из ловушки самостоятельно и от помощи медиков отказался. Проблем со страховкой у участников ДТП не возникло.